Давайте мы с вами посмотрим на то, что я настроил за кадром. Да ты прекратишь лагать или нет, твою мать, а! За кадром в игре City Skylines. А именно, построил я... КАТ, она же горьцевая автодорога. Блядь. Вот вроде всё прогрузил, но всё равно лагает. Извините. Ау! О, прогрузились. То есть, вот наша кольцевая автодорога идёт. По ней едет фургон дезинфекции. Это большущая кольцевая дорога. Ну, вот едет он по ней совсем мало. Давайте я поставлю секундомер. По-быстрому, да? То есть, смотрите, что эта кольцевая автодорога соединяет. В первую очередь. Значит, она идёт... Идёт к нашему... К нашему заводскому району. Большому такому, который производит тупо всё. Причём развязки в двух местах. Как мы видим. Но от пробок это... Испавляет эту часть района. Ночью у меня убытки. Это не страшно. Главное, что не днём. Кстати, я подхватил насморк. Сегодня у нас среда. У меня, да? Я насморк подхватил завтра. Я надеюсь, что завтра у меня его уже не будет в четверг. Я смогу спокойно прокатиться на велосипеде. Что хочется немножко. Тут у нас пробка. Ну, это такое себе, да? То есть, они могут, по идее, объезжать вот таким вот образом. Да? И сюда заезжать. Но они почему-то там скапливаются. Скапливаются. Прошу прощения, нос. Так, что у нас дальше? Также кольцевая автодорога у нас соединяет вот этот вот промежуток с матистралью главной. Которая идёт мимо города. Вот. Ну, тут, в принципе, электростанция тепловая. Ничего такого интересного, да? Дальше у нас колхоз. Вот эта кольцевая автодорога, она продолжается. И соединяет главный въезд в город. На котором постоянная пробка. Я уже думал, как от неё избавиться. Не могу, ребята. Пытался бесполезно. Она всё равно скапливается, становится больше. Я не знаю, как от неё избавиться. Честное слово, ребят. Эта пробка, она... Непонятно почему. Я построил кольцевую огромную. Они тут и не хотят ехать. Вы видите, что туда машина даже не идёт. Машины вот так вот не идут. Все машины из лесной промышленности, они идут напрямик через город. Я не понимаю этого. Есть у меня идея одна, но... Не знаю, ребят. Вот кто-то додумывается, что можно по кольцевой ехать. Но этих людей мало. Они все прутся через город. Вот, то есть, это пробка. То есть, вот, ну, кольцевая, она соединяет город с... Она соединяет машину, ну, как бы, она соединяется с главной вот такой вот небольшой... В небольшом отрезком развязки. Такой вот красивой... Вот он ещё, ну, шоссе. И вот выходит вот такая красивая развязка. Ну, блин. Вот не знаю, как я такую придумал, но она реально красиво выглядит. Согласитесь, ребят. Дальше идём. Развязка идёт. У нас тут переработка нефти. Переработка производства. И вот развязка на переработку нефти. Кстати, ребят. Мне тут в голову пришла идея. Давайте я её сейчас же и реализую. А именно построю вот такой вот отрезочек. Так, он меня уже изрядно не выдерживает. Так, понятно. Так. Ну, он был... О! Всё. Выловил. Так. Так, теперь давайте немножко улучшим. Ну, увеличим число въездов и съездов на шоссе. Вот. И уберём за светофор. Таким образом мы поможем людям попадать... Во. Во. Нефть. У нас будет уже побольше перекрёстков. Долбаный насморк. Надо отсюда убрать светофор. И как всегда она зажидает лаги. И она ещё не проникает, захотела открываться. Уже так ты будешь открываться. Вот. Ещё одна развязка. Идём дальше. Тут у нас железнодорожение под мостом проходит. Тут, обратите внимание, интересно такое местечко, как во Франции. Там заправочка, а у нас тут туннель уходит. Сейчас вы узнаете почему. Тут у нас всё наеборот. Здесь пользуется полярностью это место у машин для руды. Ну, самосвалы по-своему. Дорога идёт дальше. И тут у нас развязка только с одной стороны. С другой стороны у нас подходит вот такой вот отрезочек дороги. Тут тоже всё равно это на развязку рассчитано, да? Вот. И как бы всё это работает. И вот тут вот есть заезд такой. Вот на эту часть шоссе. Который идёт, по-моему, про... Я не знаю, в какую сторону идёт шоссовая стрелка, ребят. По правде скажу. Вот уходит часть этого шоссе всего в туннель. Прямо потом подходит поближе. И вот так вот становится нормальным движением. Блин, а? Когда насморк это очень плохо, ребят, то мне болейте. Тут у нас опять железная дорога. И, извините, но пришлось испортить жителям вид на побережье. У них появился теперь вот такой вот собратко-лисовой авто... Лисовой мост автодороги. Тут у нас уходит дорога в туннель. Кстати, где я прохожу? Куда идёт этот туннель? Сейчас покажу. Это у нас главный въезд в город, который теперь уже стал туннелем. Въезд-въезд из города. Хотите? Вот он. То есть вот этот въезд. Который идёт тоже на развязку кольцевой. И тут я хотел ещё... Так, да. Тут я ещё хотел, когда в одиночке играл, да? Без камеры. Ну, как бы... Хотел построить здесь магазинчики. Ну, вот. Давайте я теперь построю. Дальше идём. Идём дальше. Идём дальше. Вот такая у нас тут развязочка. На этот въезд-выезд из города. Дальше у нас идёт мост. И вот тут... Тоже развязка. Ну, просто въезд в город. Ну, просто объездная, так скажем, да? Тут у нас корабли ходят в порт. Тут у нас ещё одна развязка. Тут у нас тюрьма уже стоит. Тут у нас аэропорт появился. Да, уже международный. Тут автобус к нему ходит. Видите, там автобус едет к нему. Такси я там поставил. Ещё один мусорник. Ну, лавовую дыру. Вот. И такую развязку здесь сделал. Тут у нас мост простой. Тут у нас развязка. И тут... Вот только что, вот прямо перед съёмкой, сделал вот такую вот... Вот такие две развязки. Чтоб на выезд из города было. А я попытался избавить город от пробок. Не знаю, выйдет, но... Выйдет ли, но маловероятно, что выйдет. Ладно, ребят. Давайте что-нибудь тут сделаем. Ой, долбанный насморк. Пробка. Ну, а люди по себе не догадываются, что здесь можно проехать как-то без въезда на основную развязку. Да ты задолбал. Давайте я вот так вот сделаю. Сразу как-то попёрли, когда вот сделал как-то им полегче. А, вот что он делал ещё-то, а? Ты затрахал меня, блин, а? О, то есть лесовозы. Смотрите, давайте посмотрим, куда этот лесовоз едет. Ламбард... Да, блядь! Давайте за ним проследим. Вот, посмотрим, куда он едет. Ну, у меня большие подозрения, что я едю на кольцевую. Куда же ты едешь, чувак? Автобусу-то и даже едет. На биотопливе. У меня же город со всеми автобусами на биотопливе. Оп, наглевшая тварь. Так, по мосту. Это как бы главная дорога. Пропал. Ага! Понятно. Давайте я кодж тогда поменяю. О! Вот так мы сделаем. Тут как бы увеличилось число мест возможных на выезд. Тварь. Хотя, по-моему, я знаю, почему это происходит, ребят. Я тут что-то поправлю. Нет, туда нельзя так иным образом поворачивать. Только автобусы можно вот так ездить. Какая я... Ненормальная траектория, на мой личный взгляд. Долбанный насморк. Как-то так будет, пускай. В чем здесь проблема. Я не понимаю, почему у меня это слетело. Теперь вы больше там не поедете. Что-то, чтобы не было пробок. Вот, как-то так будет. Да, тут мне не будет что-то разобраться с пробкой. Все равно она осталась, да? Ладно. Йоперный тетр. Опять у меня лес горел. Наверное, я его отсюда уберу. Кстати говоря, ребят, пока вот, ну тоже, вот эта часть тоже новая застроенная. И вот эта часть тоже новая застроенная. Кстати, я нашел легкие города. Ну, это просто лес такой, не лесной парк. Вот. Вот. Кладбище можно включить в эксплуатацию опять. Что если мне тут еще сделать? Городок, простите, жителей я не хотел. Помпортить жизнь, но пришлось. Что там такое стоит, что я не могу там... А-а-а! Крематорий! Вот так вот. Давайте тут немножко магазинов понастраю. У нас уже задолбал. Уже. Откровенно говоря. Ух. 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 Хм. Еще я хотел бы встретить, что такая канатная дорога. Думаю, на рельс вот. На канатку, да? У меня даже есть идея, куда она поведет. Отсюда. От приключения коробки. Наверное, очень интересная история. Я не знаю, ребят, я не пробовала слушать. Но, наверное, она интересная. Я думаю, вы поняли мой сарказм. Самая ненормальная коробка в мире. Ну, нормально тогда, наверное. Ну, давайте сюда приведем канатку. Будет, наверное, прикольно. Такая канатная дорога. Давайте построим первую в городе. Первую в городе канатку. А какой здесь... А какое здесь правильное направление? Я же не знаю. Я же впервые строил. А, такое... Интересно, интересно. Ммм... Толбанный нос! Толбанный насморк! Ой, я про воду забыл! Простите, я не хотел! Ну, блин. Покажи, что я размещу. Ну, ёлки-палки, ну прекрати ты лагать на пустом месте! Толбанная игрушка! Серьезно! Лагает на пустом месте. Так, на шоссе. Во! Так... А вот теперь нам придется довести через... Бизнес-район. Через район. Через район. Через район. Через бизнес-район пришлось их вытащить. Шс! Шс! Все. А, они сами поехали. А? Фуникулер. Он едет. А звук как от поезда. Не знаю, кого он здесь будет доставлять. Ну, это так. Чисто ради развлечения будет ходиться. Ну, это будет посадка. Кого ж ты тут сажать-то будешь? Шс! Шс! Это так, по приколу. Чтобы испытать эту новую функцию транспорта. Которая сама запускает линию. Интересно. Я понимаю, что это должно быть в горах, но... Я решил немножко поизвращаться над этим всем. Пускай ему... пускай ездит. Кстати говоря... Ёберные, я тебя трони... А, не. В провода они не входят. А, даже пассажиры есть. Круто. Так. Ну ладно. Что у нас тут творится? О! Шс! Давайте тут что-нибудь поставим. Нет. Так. Может это? Нажал на дно, а он даже не нажался. Ну, правильно. City Skylines! Хорошая игрушка. Ну, реально. Игра хорошая, но она богучая очень сильно. Все. Ну, в принципе, фуникулер не нравится. Надо будет взять какую-то гористую карту и сделать там фуникулер в первую очередь. На курорты. Зимний... Зимний курорт. Да, есть такое слово. Вы представьте себе. Есть такое понятие. Действительно, такое есть в реальной жизни. Не думайте, что я это выдумываю. Ой, космический лифт. Что-то еще. Ницинский центр. Адронный коллайд. Бункер. Реал-катастрофия. Мегазавод по переработке. Парк Пташки и Пчелки. Давайте, кстати говоря. Ребят, я не против такой идеи. Где только он находится. Это что? Лебразорий. Нет. Это что? Парк Пташки и Пчелки. Кусочек рая для пташек и пчелок. Они являются важным звеном любой экосистемы. Наличие в городе птиц и пчел делает горожан счастливее. И теперь будет... Кому опылять цветы и поедать вредителей. Куда же нам его поставить? Ой, блять. Сидите Скайлайнс. Я люблю тебя в кавычках, да, вы понимаете? Залаги. Да твою мать! Чшшшшш. Блин. Вот, да. Давайте около... Около аэропорта. Чтобы туристы приезжали и смотрели сразу же. Так... Спустя три года. Наконец-то. Вот Тут будет красота Да, действительно, улии Ну, все, что надо для птиц Продолжаем, что еще надо? Климатологическая станция Где же она находится, знать бы Не находится она тут Басня транспорта Что там? Но это что? Построено участок со специальной Орбризацией на сельском хозяйстве Ёп Твою мать Пошли, расширять одно местечко Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Так, 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 а что если нам Да ты задолбал своими лагодами. Вот этот участок вывесит чисто на шоссе. Может таким образом пробки сократятся. Вот. Давайте вот так. Все равно буду сейчас искать попытки сократить пробки. Потом не просто сократить, а сократить их в разы. Ну все тут таких развязок, например. Да ты, блин, задолбал со своими лагами. Вот. Часть машин пошел туда. Ну там не страшно. Так, теперь давайте застряю здесь все заводами. Ой, какими заводами. Потому что надо же ферму мне надо же строить. Колхоз. Ребят, посмотрел я, что происходит в России. Я поражаюсь тому, что там происходит пенсионная реформа. Ну добро пожаловать в Европу. Звучит глупо, но это реальность. У нас в Европе то же самое. У нас тоже. В Латвии. Один из худших, одно из худших условий в жизни. Но тем не менее на пенсии вы будете выходить в итоге делал 65 лет. Нормально. Нет. Так что. Мы вас понимаем как нельзя лучше. Я не понимаю, зачем это надо провести. Я понимаю, что они хотят денег. Все-таки, Георгий, я с тобой соглашусь. Путин толком ничего не сделал для России. Только сейчас ухудшается там свои сумасшествия. Это реально бред то, что там творится сейчас. Ну-ка, что у нас там по уникальным сооружениям. Вот он. Ой. Так. Где у нас еще есть плодородная пучка? Так а тут? Ё-о-о. Нет. Не верю. Из-за что? Э-э-э. Тут еще не вся руда оприходована. Ну, потом да. Вот. Я это переведу все. Кстати говоря. А-а-а. Это вообще по производству всего чего попало. Так что это не вариант. Лесхоз. Что у нас с нефтью? А-а-а. Вся. Сдохла нефть. Но она еще рабочая. А с рудой. А руда? Тоже все. Все рабочая. Но тут больше уже удобрений выходит. Нефть можно туда переводить, кстати говоря. Хм. Так. Э-э-э. Выкачка нефти. Да блять. Устроитесь. Хочу просто нефть не заметным образом влекачить оттуда. не беспокойтесь подсоединиться когда надо будет у нас метрополитен да просто сейчас заводов не нужно так много так живота не строится в основе завода где у нас тут район с канатной дорогой вот тут застроились уже ребят и давайте вот так еще музыка такая спокойная расслабляющая ну-ка сколько ты обслуживаешь уже а пока что не так много вообще моль шея болит уже но я думаю не надо потому что иначе у нас злота будет некому работать по идее у нас и так некому все образованные у нас люди все умные никто не хочет заводах работать что у нас тут творится удалось мне повернуть да смотрите построились с быстренько не отсюда посошли нефть и все это все что мне отсюда нужно там я их отсюда уберу быстренько это просто мне нужно отсюда нефть выкачать и все ребят что это быстрая мера так что я еще могу построить для какого-то сооружения то что вот например бункер мемориал катастрофе ну катастрофе ну катастроф у нас было немало что построить скверы парки скоро будет это что респондентальный парк это просто парк а на посмотрим еще где можно символ страсти все херни это все не то это что а где он есть то ребят что может тут а на космодром даже есть ну это мы успеем еще построить ой и кто и в и то и и и и и и и и и Этот что? А, вот он. Цунами! Цунами! Башню надо строить. Обсерваторию. Да. Да, маленькие здания тут будут. Ну, вот такой вот город у нас вышло, ребят. Кстати, давайте-ка смотрим метку. На нем будут работать лучшие ученые мира. А это что, не дорога? Лучшие ученые нашего города. Вот вы представьте, ребят, вы мечтали построить ракету? А я нет! Вот, а тот чувак мечтал. Я не мечтал. А вы мечтали? А я думал, достанет. Если вы хотите лучшие ученые, то вы должны идти в большую. Это почему наши камеры самые большие на рынке. Наши шутеры, самые глубокие. Наши лензи, самые глубокие. А, так. Название ракеты. Ого, ноль из 450 посетителей. Ну, сейчас тут появятся посетители за счет канадки. Да и у канадки появятся посетители. Вот так вот. Опять у меня начинают трубы раскапывать. Замечательно. В общем, у нас там около дома. Дом напротив, да? Там, ну, Рига Стутенс, это предприятие по канализации, по воде, в общем, да? Стутенс, это вода, если что. Для тех, кто не знал. Вот. Они, в общем, решили там сделать канализационные люки. И уже на протяжении дней трех у нас тут это постоянно пик, пик, пик. Это экскаватора. Твою мать. Ну, соединись ты! Блядь. Трища, да? Куда она полетит, мне интересно, эта ракета? Вообще-то я не понимаю, почему здесь так популярна стала космическая тематика. Но, тем не менее. Бедный ландшафт. Это ж так надо было вырезать для пускового агрегата. Ну, я не знаю, говорят, что она того стоит. Там виды очень красивые бывают. Давайте посмотрим, что у нас там кто-то хочет. Может, у кого-то там рак, а он не хочет умирать и ждет, когда придумают это самое лекарство от рака. Ну, вот ему шанс дан. Ёберный театр. Слушайте, давайте мы кладбище поставим тут где-то около тюрьмы. Ну, ну, я серьезно. Так сказать, стоит. Кстати, в тюрьме у нас 185 преступников. 183 уже. Понимаем, почему они так повально мрут, эти жители. Блин, ноги. Ау! О! Да разлагайся же ты, а! Что-то я еще хотел построить. Вспомнил. Ребят, я хотел построить маршрут по Кольцевой. Вокруг города, как бы. Вот такой вот будет большой автобусный парк. Да ты достал своими лагами, а! Что-то туристы могли посмотреть город со стороны Кольцевой. Поехали, 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 поехали. Это будет основка около тюрьмы. Поехали дальше. Поехали дальше. Пусть заезжает сюда на основку. Тут, правда, парочка основок в этом районе. Что за запреты? Ну, хочешь в обратную же сторону ехать? Я тебе проведу в обратную сторону. Кстати, ребят, недавно посмотрел фильм под названием Война миров Z. Честно, ребят, скажу, офигительный фильм. Интересный, как бы немножко про будущее, но со своеобразным сценарием. Вот. И, ну, если вы не знаете, что посмотреть, то советую. Реально, ребят, советую. Потому что, ну, мы как уличный поэток и очень интересный фильм вышел. Мне главное, что мы нашли по шоссе этот маршрут. Вот. Сюда маршрут пойдет. Это будет в основном по кольцевой это идти. Так. 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 Аэропорт ул. Бум будет идти. Тут останавливается. Вот тут идет по этой дороге. Сканчивается вот тут. Все. Какого цвета он будет? Мне надо поднастроить. Давайте-ка сделаем его придумал. Бешевым. Вот таким-то вот таким вот. Во. Спасибо, Гекуша, научил меня делать бежевый цвет. Теперь у меня будут по шоссе гонять бежевые автобусы. Сначала надо дождаться. Потому что люди автобуса ждут. Ну, что он с ракетой? Кажется, ракету строят. Давайте я тут университет все-таки поставлю. Что это за здание такое? А-а-а, это у нас только здание, что ли, да? Да, это автономный дом. Это автономный дом, ребята. Студенту без воды оставил. Безобразие! Я над этим смеюсь. Ну, про... Нажал на букву Z, оно начало повыречивать. А-а-а. А-а, вот он тут моторик. А-а-а. Вот. Ладно, ребят, я думаю, на этом пора заканчивать. Это у нас чуть ли не длиной со стрима-то все выходит. Кхе-кхе-кхе-кхе. Блин. Шшш. Нас сегодня было показа... показ... показу... показания того, что я, ну, сделал... кольцовую автодорогу. вот она идет через весь город. И сегодня мы построили также... где город я... границу увеличил, да? Кстати, я построил вот такой вот... космодром... жирп-х. Я думаю, красивая штука. И, в принципе, может быть, тут даже... это что такое? Кто сюда приехал? Айрон. А-а-а. То есть, привозят на ресурсы, на это все. На строительстве ракеты тут и ведется. В принципе, здорово. А вот у нас маршрут по кольцевой автодороге. Вот кого-то ты перевозишь. Нет, пока что. Ладно, ребят, всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А-а-а. Вступайте в мою группу в автокластиках. Она по АТС типа ЕТС. А-а-а. Что еще, ребят? Ё-о-о. Вернись. Это-а-а. У меня большой расход денег. Ладно, ребят. Всем огромнейший... Подписывайтесь на мою группу в ВК. Это группа канала. И всем огромнейшей удачи и всем большое спасибо.